Доброе утро! Эфир нашей программы продолжается. И вот мы с Максимом Короткостриженым, ведущим прямого эфира областного телевидения, появились у нас гости в этой студии, которые могут похвастаться роскошной шевелюрой. Встречайте наших сегодняшних гостей Марина Степура, директор конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2017». Оксана Жданова, педагог парикмахерского искусства. И наши модели, Алена и Яна, участницы конкурса «Уральская краса. Длинная коса. Доброе утро». У меня просто горло перехватило. Я тебе дал возможность поговорить, потому что горло перехватило. Я понять не могу, как, сколько труда и как, чтобы вырастить такие волосы. Я всю жизнь мечтал о длинных волосах, но всегда мечтал со стороны. Но все-таки кастинг уже завершился? Да, уже кастинг завершился. Было подано 100 заявок с Уральского федерального округа. Было очень много участниц. И в итоге было выбрано всего 55 девушек. Девочек, девушек. То есть у нас три возрастные группы. Младшая, средняя и старшая. Самая маленькая участница конкурса? Пять лет. А самая старшая – 55. И там и там длинные волосы? До пола. До пола. Вообще, в общую длину измеряли, как когда-то? Сегодня ехала и думала, что нужно измерить общую длину. Но вот самая длина такая – 138 сантиметров в этом году. Самая большая. По длине. А вообще, по истории конкурса у нас самая длинная коса была метр семьдесят два. При росте участницы метр пятьдесят? Нет, рост у нее был метр шестьдесят четыре, а коса – метр семьдесят два. И в ней реально, когда мы с ней тоже зашли на эфир, у нее коса расплелась. Она носила кубышку, у нее волосы распустились. И по полу, и народ просто встал вот так вот в отцепенении, фотографировали. Стояло просто здорово. Оксана у нас занялась моделью нашей, Яночка. И я так понимаю, что вы сейчас придете как раз к косу. А такую, какой… Есть ли название у этой косы? Французская, я не знаю, английская, португальская. Вот это как раз французская коса. Так, в чем ее секрет? Расскажите, поделитесь. Здесь она плетется не как обычная классическая коса. По той же схеме, только наоборот, выворачиваются волосы. Что позволяет делать косу более объемной. Вот свои секреты у вас, девчонок, особенно связанные с волосами. Ну, я свои волосы обрезала после девятого класса. Мне было тяжеловато тренироваться плаванием два раза в день. И сушить эти волосы приходилось часто, долго, муторно. Вот у девчонок бы, конечно, спросить, как они справляются. Но у вас, наверное, есть информация, делятся они с вами. Не первый год ведь проходит конкурс. Сколько времени уходит на то, чтобы голову помыть, просушить? То есть у нас тоже вопрос задаю. Они говорят, настраиваемся. То есть реально метр семьдесят коса. Я говорю, как ты вообще ее расчесываешь? Как ты ее можешь? Она говорит, настраиваемся. То есть как бы это определенно тоже какие-то шампуни. То есть надо даже помыть. Самое главное расчесать. То есть, ну, все равно старается. Но на Руси всегда носили коса. Конечно. Коса – это символ России. Поэтому всегда, во все времена, девушка с косой – это была лучшая невеста. Чем толще, длине коса – это была самая суперская невеста. Если честно, у меня волос было определенным ритуалом. Конечно. Посвящали часы, да, вот какие-то. А вспомните уральские сказы. А вспомните вообще сказки, да, Златовласка и все прочее. Когда по ручью… Вот, кстати, как где мыли, Юля. Вот она, оказывается, голову просто мыла. По ручью волосы распустила. Ну, это география конкурса. Вся Свердловская область. Откуда участницы приедут на финал? Ну, на кастингах были девочки Элопаевск и Полевской, Перинь, Каменск-Уральский в этом году, Заречный. Ну, такие поселки, даже вот их, не знаю, Свердловская область. То есть кто услышал, то есть приехали. Но дело в том, что у нас ведь идет подготовка, и многие думали, что вот приехали, как бы косу показали, как бы выбрали, как бы в этом конкурсе. У нас же подготовка. Поэтому немногие смогли вот именно из областей, из области приехать, как бы и вот постоянно участвовать. Ну, у нас же репетиция три раза в день. А какие задания вообще ждут участниц конкурса Уральская краса, длинная коса? То есть если с конкурсом красоты все как-то более-менее понятно, то вот что делают участницы конкурса с косами? Конкурс в таком русском стиле, в традиционном русском стиле. То есть первый выход будет визитная карточка, потом хореографический номер, потом у них будет номер с платками, с русскими. То есть потом у нас как бы по традиции всегда платье триколор, то есть выходят девочки младшая, средняя и старшая. Зачем? Гимн России, потому что проходит финал 12 июня. Народ всегда в зале встает, слезы на глазах, потому что очень красивое зрелище, когда уже сначала выходят с косами, потом они тихонько распускают косы, а потом уже вот с распущенными волосами. И, конечно, это замирание сердца. А как выбирает победительница? Все-таки по длине волос? Ну, действительно, самую длинную косу выбирают? Или складывается выбор из нескольких факторов все-таки? Образ, конечно, образ. То есть, конечно, будет выбираться в каждой подгруппе самая длинная коса, по толщине коса. Потом все-таки возможно, что победительница конкурса будет и из маленькой группы, и из старшей, средней. Это образ именно русской красавицы, она может быть и маленькой. То есть, мало, чтобы была красивая коса. Главное, чтобы был блеск в глазах, какие девушки, чтобы улыбалась, чтобы она была озорная, интересная. Ну, примерно, как я на сегодня с утра, да? Да, с утра. Такая же, озорная, веселая, утренняя, свежая. Каждое утро я думаю. Русская девушка. Это заверение русской девушки. У Оксаны хочется спросить. Оксана, вы работаете всегда с длинными волосами? Как вы вообще оцениваете сложность плетения кос, не знаю, может быть, на волосах средней длины, и вот волосы вот такой длины, как вот у Яночки, например? Конечно, с длинными волосами работать сложнее, но, наверное, интереснее. И в последнее время все чаще и чаще встречаются модели и клиенты с длинными волосами. То есть, появилась в последние несколько лет такая тенденция. Волосы отрагают. Да, длинные волосы. Оксана, ну, раз вы у нас тут находитесь в студии, ведь мы же не можем этим не воспользоваться. Давайте, может быть, услышим один-два каких-то рекомендаций от вас. Как помочь девушкам, мечтающим отрастить длинную косу? Что делать? Ну, в первую очередь, наверное, правильно подобрать расческу или щетку. Их, на самом деле, сейчас очень много в профессиональных магазинах. Именно для длинных волос. Ну, и перед сушкой и для легкого расчесывания использовать защитные ухаживающие спреи. Ну, верно, это вот... Это поможет на часы? А как вот эти кончики, не знаю, подстригать на большую луну, там, не знаю, в определенный там день? Ну, на самом деле парикмахеры, конечно, вот в все эти приметы не верят. Просто раз в месяц можно освежать кончики волос. Ну, на миллиметр, на миллиметр. А на миллиметр, между прочим, у Яночки косы-то ниже колена. У нее 100 сантиметров. У нее 100 сантиметров косы, и это... Ей хоть миллиметр, хоть сантиметр незаметно будет. Ну, это ведь и не для того, чтобы это было заметно, а просто, чтобы вот облегчить, освежить... Ну, давайте еще раз тогда вернемся к конкурсу. Итак, 12 июня. Где, когда, во сколько, за кого болеть, я не знаю, писать ли плакаты? 12 июня. Мы приглашаем всех горжа нашего города на замечательный праздник. Он состоится в торговом развлекательном центре «Академический». Начало в 14.00, четвертый этаж. Вход свободный. Итак, 12 июня в 14.00 всех вас, друзья, приглашаем на конкурс «Уральская краса. Длинная коса-2017». Ну, а мы благодарим Марину Степуру, мы благодарим Оксану Жданову и наших замечательных моделей, и Алену, и Яночку, и пожелаем им растить косы и растить. Впереди у нас небольшой коммерческий пивив, после которого вернемся в студию и примем ваши звонки с поздравлениями.